Тыщ! Всем привет! Я решил сделать спасательную капсулу из игры Субнаутика. Из лего. В этом видео вы узнаете интересные факты о спасательных капсулах. Спасательная капсула в начале игры просто необходима. Без неё бы игроков погиб. В таких капсулах есть изготовитель, который поможет создать вам предметы, еду, ресурсы, снаряжения. И создать инструмент, который поможет вам создать свою первую базу, с которой вы будете изучать глубины планеты 45-46B. Внутри капсулы есть изготовитель аптечек, радио, хранилище. В хранилище есть два питательных батончика, две бутылки фильтрованной воды и две спасательных ракеты. Также внутри капсулы есть два спасательных места. Но это не одна капсула. На Авроре их было примерно 30, но экипажа 150. Если посчитать, то следовательно выходит, что в капсуле должно было быть по 5 человек, но спасательных мест только 2. Скорее всего, это сюжетный ляп. Торма успешно подбил корабль и попала на боковую стенку корабля. Половина капсул спасательных были уничтожены. Но в игре есть только 10 капсул. Скорее всего, 5 капсул упали в мертвую зону и сгорели в атмосфере. Но это маловероятно. И сейчас я вам расскажу, где упали все остальные 9 капсул, если не считать капсулу главного героя. Первую капсулу, которую вы, скорее всего, найдете, это будет спасательная капсула номер 3. Она затонула в лес водорослей. Вы там найдете потерянный КПК, фрагмент плоского глайдера и в ящике вы найдете сданный компас. Внутри капсулы были два члена экипажа. Координаты прилагаются. Минус 21, минус 18, 410. Вторая спасательная капсула в нашем списке, это спасательная капсула номер 17. Затонула она в западное травяное плато. Рядом с капсулой лежит потерянный КПК и фрагмент мотылька. В этой спасательной капсуле был неизвестный член экипажа. Координаты прилагаются. Минус 510, минус 91, минус 45. Третья спасательная капсула из нашего списка, спасательная капсула номер 6. Она также затонула в травяное плато. Рядом с ней лежат два потерянных КПК, две сигнальные ракеты. В ящике с данными находятся сверхскользкие ласты. На борту этой капсулы были неизвестный пассажир и начальник отдела кадров. Координаты прилагаются. 354, минус 110, 316. Далее идет спасательная капсула номер 4. Она потерпела крушение, отличие от других капсулей, и опрокинулась в зоне крушения. Рядом с ней лежит потерянный КПК, одна аптечка и приманка для существ. В ней был член экипажа. Координаты прилагаются. 717, минус 7, 161. Дальше по списку идет спасательная капсула номер 19. Она затонула в редком рифе. Рядом с ней лежат два потерянных КПК, ящик с данными, баллон сверху высокой емкости. В этой капсуле был помощник капитана Кин. Координаты прилагаются. Минус 810, минус 294, минус 873. Следующая спасательная капсула из нашего списка – спасательная капсула номер 12. Она затонула в зоне куш. У нее рядом лежит потерянный КПК, ящик с данными, репостивная пушка. В этой капсуле был человек по имени Дэнди. Координаты прилагаются. 1117, минус 268, 568. Следующая спасательная капсула в нашем списке будет спасательная капсула номер 7. Она затонула в поле утесных. У нее будет рядом с ней лежать потерянный КПК, необычная кукла, серая кепка, игрушечная машина, лабораторный контейнер, лабораторное оборудование. Данные об экипажа в этой капсуле отсутствуют. Координаты прилагаются. Минус 66, минус 175, минус 1056. Это последняя капсула, спасательная капсула номер 13. Она затонула в западном грибном лесу. В ней вы сможете найти потерянный КПК. В этой капсуле был Джучий Хасар. Координаты прилагаются. Минус 919, минус 177, 508. И последняя в нашем списке капсула, спасательная капсула номер 2. Она затонула в северную зону кровавых водорослей. В ней вы найдете потерянный КПК, ящик с данными, который будет в нем модуль по глубине погружения циклопа МОД-1. В ДЦЮУ, главный технический директор и инженер Бенкли. Координаты прилагаются. Минус 489, минус 500, 1328. Есть 10-я капсула. Капсула номер 5. Это капсула главного героя. В этой подборке я вам рассказал о всех капсулах в игре Слубнаутика. И в общем, как мы видим, на самом деле это достаточно продуманное оборудование, которое многократно увеличивает шансы уцелевших на выживание. Также спасательная капсула имеет воздушную подушку для смягчения падения на планету. Питается капсула трюна энерго-ячейками солнечными. Такая капсула от Эльтеры выручила Ралли Робинсона, главного героя. Также такая спасательная капсула имеет два аварийных люка, вверху и внизу. Больше рассказывать о спасательных капсулах нечего. Приятного просмотра! В моей лего-капсуле самая хрупкая это лестницы. Этому ставьте крышу и сами лестницы очень аккуратны. Сейчас вы увидите темно-зеленую деталь, сглаженную, и бежевую. Их нужно будет сделать белыми. Детальки 2х3 укрепляют корпус. Это люк капсулы. Вам нужно будет взять сгибающуюся детальку. Верхний корпус закончен. Теперь вам нужно будет аккуратно прикрепить Когда мы прикрепили верхний корпус, то поделка уже окончена Спасибо за просмотр, оставляйте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал Всем пока-пока-пока и удачи!